Пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой одной кровью, ты и я, именем Кратоса, приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Это такой спонтанный обзор серии God of War, вкратце, и по текущему положению вообще игр, игрового сообщества, индустрии и так далее. Немного будет, поэтому так. Так, в серии God of War я познакомился у друга, где-то лет тому, 10 тому назад в Крыму, он дал мне поиграть на своей PlayStation в третью как раз таки часть, где там я Геркулес одубасил этим Кратосом и так далее. Не так давно, пару лет тому назад, вышло продолжение серии, просто под названием God of War, где главный герой отправляется в скандинавскую мифологию, то есть, а главный герой это греческий бог. Вот как бы идет такой микс. Ну и людям вроде как понравилось, это новое видение Кратоса и так далее, ну там сын появился от Рэй и прочее. Игра в жанре слэшер, кто хочет куда-то злость свою выкинуть, игра подходит. Но не так давно вышла игра God of War Ragnarok, продолжение перезапуска серии. И там одна из главных героинь мифологии ангрборда оказалась чернокожей. Это вызвало сначала недоумение, почему это в скандинавской мифологии чернокожая барышня. Ну а вам ничего, что в скандинавской мифологии греческий бог бежит. Как бы, ну ладно, никаких проблем у меня с этим лично не было, достаточно весело посмотреть на такой взгляд. Но тем не менее, есть люди, которые хотят большего, большей аутентичности, более натурального контента, так сказать. Какого-то исторического, исторической правдивости или правдоподобия, что-то в этом роде. И вот, пожалуйста, на ваших экранах картинка, которая отображает новость, запущенную на плейграунде, о том, что на Nexus Mods, это такой сервер, сайт, где собираются все моды со всех игр, один энтузиаст выставил лангборду белую, то есть практически аутентичную. И этот мод долго не продержался, его сразу удалили. Ну как это называется, на мой взгляд? На мой взгляд, на Nexus Mods, ну лично мой взгляд, сидят какие-то расисты, какие-то мракобесы и просто профашистские твари, видимо так. То есть если человек, ну хочет более аутентичного мира, хочет, ну я хочу, чтобы там аутентичненько было, давайте вот там, где чернокожие персонажи, ну не вписываются в рамках естественной мифологии, а не современных, толерантных, тоталитарных, процензурных, профашистских тенденций. Где, например, в британских сериалах чернокожие играют королей Англии. Или как во Властелине колец, Кольца власти из сериала, по описанию Толкина, там королева Нуменора, примерно так, она белая, прекрасная, а в сериале она мулатка. Это вызывало дикий резонанс в каком плане? Ну почему, почему так, почему вы портите канон, так называемый канон? То, что приближено к канону, канон это, так сказать, практически идеал, практически неизменный какой-то принцип. Оно находится в неизменном состоянии. Высшие принципы, они неизменны. Вот мир, в котором мы с вами живем, это да, у нас есть движение и относительный покой. А вот там, в мире канона, в мире идеала, там абсолютный покой. Там ничего не меняется. Там треугольники, абсолютно идеальные фигуры. А в нашем реальном мире идеальных фигур нет. Но человек, который тут стремится к этому идеалу, вот он хочет что-то аутентичного. Дальше пример. Игра Baldur's Gate 3. Я как-то на нее делал обзор, она вполне неплохая, в каком плане, то есть она требует от тебя того, чтобы ты взаимодействовал с персонажами, ее можно вместе пройти. То есть она к какому-то коллективу подталкивает, но этот коллектив, он построен сутно на том, чтобы убивать других персонажей, и это очень нехорошо. Но если обращать во время прохождения этой игры внимание на детали, то получается такая ситуация, что в игре полно каких-то непонятных персонажей, неаутентичных. И одна из таких любовных линий, второстепенная, но тем не менее, она между двумя лесбиянками. Некоторые энтузиасты решили, ну, мне не нравится, так, я считаю, что это неправильно, считаю, что это нарушает какие-то ценности, там, традиционные и так далее, естественно, человеческие. Взяли и заменили персонажей, например, которые были гомосексуалистами, лесбами, на мужских персонажей, там, где надо. Вместо лесбиянки мужчина появлялся, он становился натуралом, даже голос меняли, даже реплики, даже на русский перевод есть, много чего. Убирали зеленые волосы, там, розовые волосы, неестественные такие моменты, где у тебя дух вот этого европейского средневековья, а архитектура и вся атмосфера создана наподобие европейского средневековья. Да, фэнтези, да, магия, да, драконы и прочее, но, тем не менее, какая-то же грань должна быть, какая-то же совесть у творцов должна быть, а ее как бы нету. И этот тоже мод благополучно был удален с этого Nexus Mods. Ну, не хочет человек смотреть на тех, кто в гудок друг друга жарит, ну, пусть он их поменяет, в чем проблема? Вы моды для чего создаете? Или в моды тоже залазит ваша повесточка прокапиталистическая, задача которой стравливать между собой людей, расы между собой стравливать, черных с белыми и так далее, стравливать между собой людей, которые, ну, натуралы, скажем так, да, и ненатуралы. И вот этих ненатуралов делать больше и показывать, что это, дескать, нормальность. По моему глубочайшему убеждению и по убеждению многих философов и советской правильной школы построения общества, то есть при демократии и пролетариата, это неестественно. То, что ненатуралы как бы поднимаются в глазах общественности, это неправильно, это кривда. Так что так, ребята, фашизм в 21 веке превращается вот в такое, что если ты адекватный человек, если у тебя работают мозги так, значит, я хочу аутентично, я хочу какую-то соблюсти исторический материализм, черт побери, тебе скажут нет, вот тебе, например, дом дракона со швабрами на головах будут чернокожие персонажи играть белокожих персонажей. Вот тебе короли Англии чернокожие. Для чего это делается? Чтобы вас раздраконить, чтобы вас в итоге стравить, чтобы вы пошли и начали драться, чтобы вы не поднимали свое хрючево наверх, вот туда, вот на капиталюк, на монополистов, на магнатов, на королей денежных воротил, которые это все устраивают, чтобы вы, проходя какую-то невероятно красивую игру, как этот God of War, думали, блин, ангборда чернокожая, а она же белая. А тебе скажут, что ты расист. И хрен его пойми, а где эта цензура, где эта грань? По-моему, глубочайшему убеждению, если имеешь право иметь свои убеждения, да? Или сейчас убеждения ты не имеешь права иметь, да? Если не имеешь права, то есть есть какие-то убеждения, которые не соответствуют интересам, например, там, Демократической партии Соединенных Штатов Америки, капиталюках каких-то там, Британии, Европы, России, например, то, наверное, убеждений твоих не должно быть вместе с тобой, да? Да, я так понимаю. Ладно, благодарю всех за внимание, сила в пролетарской правде.